Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа Дон Кихота. Сегодня в гостях студия телеканала Ваше общественное телевидение, известный в Санкт-Петербурге режиссер Алексей Рябов. Здравствуйте, Алексей. Ой, это Алексей Рябков. Рябков, конечно, извините, ради бога, Алексей. И Марина Моголясова, режиссер и хореограф. Здравствуйте. Алексей, во-первых, мы с вами уже давно планировали эту передачу, и она посвящена будет вашей новой премьере, которую вы будете показывать скоро на севере нашего города, назовем это так. Вот, абсолютно точно. Что случится там? Там будет потрясающий, по-настоящему потрясающий спектакль, в котором действие, рассказывающее о любви, ведь любовь — это то, что, в принципе, в каждом из нас вызывает глубокие проникновенные чувства, где эта история о любви, как ее найти в себе, как найти в других людях, рассказана на языке танца. И тонкая нитью окомляет эту всю историю, чтобы сделать акценты или даже, скажем, провести параллельную историю, как вот у нас в городе живут люди и живут параллельными жизнями, иногда соприкасаясь. Параллельная история рассказана в музыке. Там вступает Влад Колчин, а, собственно, танцы, весь этот диалог помогало мне ставить. И, собственно, самая хореография, да, Марина Маголясова, она тоже с тобой тут в студии. — Марина, скажите, пожалуйста, все-таки в нашем городе такие традиции. И балетов столько много было, и императорских, и новаторских каких-то трупов. У нас и Эйфман часто навещает нас в гостях, бывает, и даже Валерий Михайловский регулярно. А вот каково было вам в городе таких больших традиций ставить свое собственное двигательное хореографическое произведение? — Я не особо об этом задумывалась, потому что мне хотелось поставить это. У меня была идея, у нас была идея, и нам хотелось донести, и мы как бы доносим так, как мы это можем. Я через танец, потому что, ну, как бы я танцую с самого детства, и я, можно сказать, общаюсь через танец, через пластику. Мне это очень близко, и вот как бы эти наши идеи, наши мысли мы донесли через пластику, через музыку и через слово. — Скажите, пожалуйста, все-таки для того, чтобы говорить движениями или пластикой, необходима соответствующая техника. Кто у вас тренировал или тренинговал артистов, которые танцуют? Или у вас балетные артисты, которые сами себя по три часа в день тренируют у станка? — Мы очень много репетируем, и в основном это я с ними репетирую, либо мы куда-то с ними ходим. Я вообще танцую с восьми лет, хореографией занимаюсь, и сейчас как бы занимаюсь театром, и сама учусь на режиссера пластического театра у достаточно лучших преподавателей города. Поэтому я считаю, что у нас достаточно достойный проект. — Мы не сомневаемся в этом, но расскажите, пожалуйста, вот кто из ваших преподавателей, может быть, уже известный в нашем городе как, ну, не своя, может быть, школа, но, по крайней мере, какие-то свои ученики, я не знаю, в Вагановском училище или где они вас обучают? — Университет культуры и искусств. Я сейчас учусь в магистратуре на режиссера пластического театра у Светланы Курбатовой, это «Люди дождя». Я считаю, это человек известный в городе, и у него есть чем поучиться. — Ну, значит, мы внимательно будем рассматривать и ваш спектакль. А вот скажите, пожалуйста, Алексей, все-таки тема «Любовь», она может быть и молодежи, и современной маск-культурой представляется такой довольно-таки, ну, что ли, вульгарной. — Почему все-таки «Любовь»? Почему не патриотизм, не ответственность, не социальные какие-то аспекты? — Вот, к сожалению, мы наблюдаем сейчас определенный кризис, может быть, кризис жанра, не только в театре, но и в кино, и в других масс-медиа, где люди, которые реализуют, несут свое творчество, часто забывают о той ответственности, которую они имеют перед людьми, в том, что они реализуют. Потому что так или иначе люди сопереживают героям, так или иначе они находят отражение даже негативных персонажей в себе. И этот ассоциативный ряд вызывает глубокие внутренние процессы, которые потом рукой режиссера доводятся до какой-то кульминации. И, собственно, идея этого спектакля, а это наш первый такой совместный спектакль, и мой первый спектакль, я только открываю себя в этом направлении, она возникла, скорее, из такой более глубокой энергетической, творческой, психологической работы. И, видя дефицит этого пространства и чувствуя, собственно, внутренние порывы реализовать вот что-то такое, что помогло людям через искусство прийти к пониманию, с одной стороны, простых, но очень глубоких вещей, собственно, стало основой для спектакля. А что касается темы любви, ну, это не только любовь. Часто мы понимаем под любовью совершенно другие вещи, давая им те же самые названия. От физического контакта до каких-то романтических иллюзорных представлений любви и каких-то романтических циничных представлений. Что вот, ну, что должно быть так, то есть это борьба, надо жестко поступать другим. Или, наоборот, вот какой-то пафос. И, собственно, отчасти наша постановка об этом. О том, что есть иллюзорные представления, и они очень далеки от настоящих искренних чувств. Ну, конечно, иллюзорные представления есть. И, тем не менее, вот у нас такая, как бы, культура в Советском Союзе нам прививалась, и, может быть, и сейчас она во многих еще осталась. Что это такая немножечко даже не интимная сфера, а такая сфера, которая в загоне находится. Ну, помните эти тезисы вот? Конечно, в загоне. Это сложная тема. У нас секса нет в стране, у нас любовь не такая, может быть, как в каких-то более откровенных странах. Ну, и что говорить, конечно, мы отстаем по многим направлениям. Ну, предположим, в Англии или в Европе во многих странах публичные дома уже сотни лет зарегистрированы. А у нас, как бы, публичных домов и нету. И, как бы, вот, и зачем нам нужна проституция? Это вот советскому человеку чуждо, русскому человеку это, значит, богомерзко и так далее. Понимаете? И вроде как вот и нету проституток, вроде как любовью никто не занимается, только все, значит, в семье этим занимаются. Детей, вот, и воспитывают их в любви, вот, к семейным ценностям. Ну, на самом деле, это же цинизм и лицемерие. Ведь, на самом деле, все не так и было, не так и есть. Вот в этом, в этом, так сказать, моменте, куда вы, зрители наших, молодежь, в том числе, направляете своим спектаклем? Вот видите, как интересно. Казалось бы, такое простое понятие, которое, ну, так или иначе, мы учимся с детства. Но, тем не менее, она вызывает совершенно другой резонанс. Говоря о любви, вы тоже приводите примеры, да, публичных домов, проституции, Советского Союза, с какими-то жесткими рамками. Это никакого отношения к любви не имеет. Нет, отчасти, любовь может проявляться и там, да, но мы не делаем, там, акценты на сексуальной пластике. Это именно как драматическая постановка, рассказанная в танце о тех ситуациях, которые каждый человек встречается, ну, если не ежедневно, то постоянно, проходя те же самые сценарии жизни вновь и вновь. И любой наш зритель может найти себя в этой постановке, как в зеркале, как в отражении, увидеть какие-то ситуации, знакомые ему. Только танец позволяет более глубоко раскрыть внутренние переживания, чем это можно даже сделать словом. Потому что он может показать именно вот ту структуру внутренних переживаний, которую мы часто испытываем, оставаясь совершенно холодными, там, в жестах, в лице. И идя по следу этих внутренних переживаний, можно найти что-то новое в себе, что-то новое раскрыть. Пусть так оно и будет. И все-таки расскажите, пожалуйста, телезрителям нашим, балет это довольно сложное, ну, как бы комбинированное такое искусство. И невозможно его смотреть на кухне за кухонным столом, или вот как мы вот сейчас сидим в комнате. И тем не менее, мы знаем, и прекрасно есть образцы, что и трупы, и целые коллективы единомышленников, они шьют костюмы, они делают декорации, они ставят цвет, они садятся в оркестровую яму, там, дирижируют, играют на музыкальных инструментах. Как вот собирали вы свой балетный спектакль, ну, пластический спектакль, насколько я понимаю, кто аккомпанирует, где декорации ваши, где происходить все это будет? В нашем спектакле работает команда профессионалов. От хореографов-танцоров до актеров и музыкантов. Вот музыканты, Влад Колчин, один из лучших музыкантов в городе, это вообще признанный факт, он, помимо того, что он сам пишет свои песни, исполняет их, он очень хороший и известный джазовый музыкант. Вот, и джаз, если вы знаете, да, это вот определенная такая, одна из верхних ступенек в музыке. Что касается архитической подготовки, да, у нас играет Елена Ларина, вот, у нее профессиональное образование и достаточно большая практика актерской работы. Вот, собственно, танцевальная постановка, которая стала ядром нашей постановки, она, с одной стороны, немножко уходит от классических концептов. Вот, и это сделано специально, целенаправленно, потому что, к сожалению, большому, определенные моменты шаблонные стали признаком классической школы. И в этих, в многих моментах часто, ну, выплескивают вместе с водой ребенка. Я понимаю. Вот, Марина, позвольте мне вернуться немножко в ваш институт. Я помню, у вас там был замечательный режиссер и педагог Овсянников. Он ведь, Сергей Александрович, тоже было много каких-то пластических спектаклей. Я не знаю, знакомы вы с его творчеством или нет, но вот насколько все-таки для вашей постановки требуются, ну, вот, пластичные артисты? Или, ну, ведь не каждый же человек, ну, скажем, прошедший кастинг или как-то выбранный вами, владеет теми, той техникой, той школой, ну, теми навыками, в конце концов, пластическими, чтобы воплотить идеи хореографа, тем более говорить о чувствах, о высоких чувствах на сцене. Это очень специфично все. Поняла вопрос, спасибо. У нас ребята так интересно подобрались, что у них у всех очень хорошая подготовка, это танцовщики с хорошим опытом, с большим опытом, именно сценическим. И это ребята, которые, как бы, могут прочувствовать, для меня это очень важно, когда идет, как бы, изнутри. То есть это не внешне, да, как бы, вот, мы остаемся холодными, либо мы улыбаемся, и, значит, хорошо. А как бы достаешь изнутри актера, и тогда это выплескивается наружу. И человек через пластику своего тела находит именно образ, ну, вот, именно свой образ. То есть, как бы, я могу этот образ играть по-своему, да, у меня будет своя пластика. К примеру, у другой танцовщицы это будет другая пластика, потому что если из нее доставать образ, то это совсем, как бы, другое получится. Это, в первую очередь, индивидуальность, потому что у нас сохраняется личность, у нас команда, как говорил Алексей. И каждый член команды для нас очень, ну, как бы, для меня они все очень дороги, и я их очень всех люблю, и, как бы, они индивидуальны все. Ну, мы надеемся, что это хорошо повлияет на те результаты, которые я продемонстрирую. Я могу дополнить даже где-то, вот, Марину, действительно, есть разные, может быть, скажем, реализации в балетных представлениях. Кто-то делает акцент на пластике, на мастерстве, кто-то делает акцент только на актерском исполнении, вот, кто-то делает акцент на энергетике, на взаимодействии с залом. Вот, мы постарались объединить все эти начала, и, собственно, актеры подобрались именно, вот, в соответствии с теми задачами, которые необходимы от них в этом спектакле. И, на мой взгляд, вот, на сегодняшний день, да, вот, для этой постановки у нас сейчас самый лучший состав. Ну, что ж, мы очень рады за вас. Позвольте, вот, спросить ваше впечатление или ваше мнение. У нас раньше, вот, был такой театр лицедеи, еще со Славой Полониным, где большое внимание, я бы сказал, уделялось пластике. Фактически, там, клоуны или артисты, которые в этом театре работали, они все, вот, вы мне рассказывали про какое-то характерное, там, индивидуальное понимание, они все несли какую-то, вот, ну, частью, да, да, свою какую-то, свою пластику, свой какой-то образ. Пантомимный такой характер. Пантомимный театр, да, клоунский где-то театр. Но ведь, с моей точки зрения, для таких жанров сложных и комбинированных необходима своя репетиционная точка, свой дом. Не как вот, антреприза собралась и поехала, а нечто такое уютное, где-то, может быть, домашнее, камерное. Как у вас проходят репетиции, где вы творите, Марина? У нас несколько репетиционных точек, вот, Марина лучше расскажет. Расскажите, пожалуйста. Основная репетиционная точка у нас в центре «Лунный кот». Там очень уютно, как вы рассказываете, как раз очень подружески, и там как раз люди не сковываются. Ну, вот у меня, например, артисты, они не сковываются, могут себя как бы раскрыть, и у нас есть там и время, и место для общения, для творчества. И в театре «Плоды просвещения», где мы будем выступать, где у нас будет премьера. Четвертого уже июня. Четвертого июня. Четвертого июня. Очень скоро. Вот, конечно, это очень скоро. Ну, потому что сама постановка, она, собственно, не развивалась ежечасно, да? Это не так вот, что мы собрали музыкантов, танцоров, все, через неделю у нас выступление. Нет, у нас проект рождался достаточно долго. Мы вынашивали его где-то... Девять месяцев почти. Почти девять месяцев. Здорово. Тогда позвольте спросить, все-таки, насколько я понял, музыка Колчина будет, возможно, и сам автор будет занимать участие в этом. Конечно, обязательно. А вот где еще вы какие-то темы искали, где еще музыкально как бы вдохновлялись, или что-то современное привлекали к постановке? Конечно, поскольку это авторское полностью произведение, и мы брали за основу свой опыт, да, свое понимание жизни, какие-то вот архетипичные ситуации, которыми я, например, очень много и часто сталкиваюсь в практике как практикующий тренер, работающий в развитии личности, работающий сложными психологическими, эмоциональными ситуациями. И, собственно, из богатой практики была собрана архетипическая структура тех образов, которые мы хотели показать на сцене. И пластический театр современный, он имеет, ну, уже наработанные каноны представления различных образов эмоциональных в музыке и в танце. Конечно, мы брали у классиков для представления наших танцев, как, в общем-то, классиков мировых, так и классиков современных. Да, вот мне вспоминается прекрасный театр «Дерево», который тоже много лет нас вдохновляет и радует. У нас дружба с этим театром, уже театр Европы он уже становится. А вот скажите, пожалуйста, вы не планируете вывозить свой городской дождь в другие, может быть, какие-то площадки, другие какие-то места или европейские какие-то проекты? Проект сейчас, можно сказать, презентуется, будет премьера. И, можно сказать, что он задуман изначально как долговременный проект. Конечно, мы начинаем с этой площадки. Это замечательный театр «Плоды просвещения», это очень хорошо оснащенный театр, несмотря на необычное место его расположения в торговом центре. Это полноценный театр с современной оснащенной площадкой, с большой сценой, с большой танцевальной сценой, что, в общем-то, большая редкость для наших театров. И, конечно, мы планируем в дальнейшем транслировать наш спектакль и на других площадках, и не только в Санкт-Петербурге. А вот скажите, пожалуйста, Алексей, все-таки важен для меня лично, как для зрителя, может быть, где-то и для режиссера, важен такой категория, как зритель. Этот зритель в каком количестве помещается на этой площадке? Сколько зрителей в камерной или в большой какой-то форме вашего спектакля, который, может быть, расти будет, увеличиваться, как-то обрастать какими-то еще там отделениями или какими-то фрагментами? Это на тысячу человека рассчитано, на сто или на пять тысяч? На сегодняшний день этот спектакль, он близок к камерному, хотя, наверное, все-таки он уже чуть побольше. Вот наиболее, скажем, приятная атмосфера, комфортная для просмотра этого спектакля, наверное, это вот небольшой зал, там, мест на 200, на 300. Ну что ж, это очень удобный формат, потому что в нашем городе же очень много таких площадок. Я думаю, что такой спектакль может быть и мобильным, с одной стороны, и востребованным, потому что публика у нас любит все новое, интересное. И мы не пропустим городской дождь ни за что. Приходите обязательно. Обязательно рассмотрим его и обсудим. Мы вас приглашаем. Спасибо большое. И, тем не менее, давайте вернемся. У нас все-таки общественный такой канал и общественное такое звучание. Вы заявили, вот как гуманистический такой, в общем-то, ценный для всех, наверное, нас, контекст вашего представления, это вот любовь. Мы знаем, что, например, наш герой многих наших обсуждений, например, Дон Кихот, он был влюблен в образ. У него не было каких-то встреч, не было каких-то контактов с Дульсиной и Табоской. И, тем не менее, вот эта любовь, она вдохновила, а может быть, и продолжает вдохновлять очень многих художников и мыслителей, я бы сказал, человечества. Всех культурных людей, которые задумывались не только о судьбах конкисты, реконкисты в Испании отдельно взятой, а вообще стремящихся к гуманизму, стремящихся к добру, порядочных рыцарей, так сказать. Вот скажите, пожалуйста, вот современный вот этот жесткий злой мир, вот эта любовь, она все-таки способна поддержать или изменить, или спасти, с вашей точки зрения? Я бы сказал, что мир не такой злой и жестокий, как мы себе сами его хотим представлять. Просто вы любить не умеете. Дело в том, что все ситуации, которые происходят в нашей жизни, они сценарны. Мы проживаем одни и те же сценарии, только меняются декорации, меняются наши роли в этих сценариях. Но эти сценарии повторяются вновь и вновь, пока мы не пройдем урок, который дает нам наша душа, который дает нам жизнь. Этот урок заключается в том, чтобы мы в этом сценарии, в будущем любой его роли, научились любить и принимать любовь. Ну, это очень интересные такие цели. Вот как постановщик пластики, вы согласны с этим, Марина? Да. Очень красивый, лаконичный ответ. Ну, тем не менее, позвольте все-таки посочувствовать в том месте, что все-таки у нас ведь, как бы наши люди не очень обучены, не очень знают, как любить-то. Да, да, абсолютно верно. Они часто думают о чем-то совершенно другом. Написал я люблю в СМС и думают уже, что любят. А вот тяжелый труд, подвиг любви, когда надо, условно говоря, горшки менять с больным, это уже, кажется, не любовь, а какое-то рабство или нагрузка общественно полезная. Никому не нужная и к любви не имеющая никакого отношения. И тем не менее, вот жизнь, она продолжается, и в самых разных формах любовь предстает, и учит пожизненно всех, кто и в молодом, и в пожилом возрасте стремится к чему-то хорошему. Но все равно без любви, как бы, и, так сказать, как говорят, и кошки не родятся. Однозначно. Вот. У нас спектакль спонтан об этом. Да. Об этом, чтобы показать разные формы любви и показать, как можно найти, даже, вот, казалось бы, уже, вот, человеке, в котором можно поставить это крест, это чувство, и помочь ему раскрыться, что мы не безнадежны в этих проявлениях. И что действительно у нас есть искаженные представления любви, но это, опять же, тоже не по его отчаиваются. У нас есть всегда дорожка к тому, чтобы быть любимым и любить. Ну, прекрасно. Мы, естественно, будем внимательно следить и в дальнейшем за вашими достижениями. Но вот, позвольте все-таки вас поинтересоваться. Это дежурные вопросы, в то же время очень важные для нас. Что вас, может быть, вдохновляет или поддерживает, в том числе в работе над этим спектаклем? Может быть, какие-то кино или литературные какие-то достижения наших современников или просто то, что вам нравится в последнее время? На что вы, наших зрителей, обратите внимание? Так получилось, что последние несколько лет я очень много работаю с людьми. И, скажем так, задача научить их смотреть внутрь себя, понимать те процессы, которые происходят внутри, различать эмоции, которые мы сами себе придумываем от настоящих глубоких чувств, стало вот такой, даже не тонкой нитью, а вполне такой конкретной широкой дорогой, которая идет мне по жизни. И во всех своих проектах, так или иначе, я следую этому пути. И, собственно, этот путь и привел меня вот к этому спектаклю. Алексей, большое вам спасибо за то, что вы рассказали нам об этом. Мы с вами, так сказать, знакомы давно как соведущие на нашем телеканале «Общественное телевидение». Но ваши режиссерские и ваши психологические, я бы сказал, изыскания, они именно выдают в вас настоящий Удан Кихота. Спасибо вам большое за ваше движение в этом направлении. Спасибо вам, что позвали нас и, собственно, моей команде, Марине, которая вот тоже присутствует здесь. Ну, Марина, и вам, и Алексею мы желаем хорошей премьеры, благодарных зрителей, радостных впечатлений у самих исполнителей, море цветов, аплодисментов. А если это будет признано и пойдет, что называется, в прокат на многих площадках, мы будем болеть, переживать и всячески поддерживать все ваши усилия в этом направлении. Спасибо, что рассказали сегодня нам о своей деятельности. И приходите к нам в гости еще. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо вам за внимание. До свидания. До встречи, друзья.